Я рад приветствовать любителей кровавой мясорубки на канале Дамако. Меня зовут Станислав и сегодня мы с вами продолжаем разрубать и намазывать в игре под названием Гараж Бэтрип. Ну что ж, дорогие друзья, давайте продолжим. Псы войны. Они называют себя солдатами. Глава номер 7. Последовательность у меня прекрасная. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Так, как вы помните, мы с вами приехали на поезде. Куда приехали, непонятно. Пулемет нам они отдают. Ой, я могу до сих пор пострелять, да? А-а-а! Выходи, зомби! Оу. Фигай себе. Какого-то сильно размолола кишечками по всему полу. А-а-а, зомби! Давай! Ладно. Оу. Опять ты. Анаконда вызывает сверчка. Прием. Пшш. Иди ты в жопу, Анаконда. Ха-ха-ха-ха-ха. Не выдержал, знаете, такой. Типа, там было полно тварей. Я чуть не сдох. Хочешь, чтобы я дала тебе орден этика? Это война, сверчок. Здесь никто не будет вытирать тебе сопли. Что ты несешь? Какая война? Наша война против общего врага. Против какого именно? Против мертвых тварей или против солдат? Я не хочу ввязываться ни в какую войну. Никто не будет спрашивать его согласия. Война объявлена давно. Наш же главный враг корпорация. А кадавры и солдаты это все следствие. Кстати, мне написали, что кадавры это трупы. Ну, мол, просто это трупы. Я потом посмотрел в интернете, а оказывается так даже в медицине. Принято вроде как за последнее время вошло в привычку так называть трупы, кадавры. Погоди. Значит, ты из этих психов, которые воюют с корпорацией? Что ж, это объясняет многое. Ты не понимаешь. Оглянись вокруг. В погоне за прибылью корпорации убивают нас и нашу планету. Они строят военные базы и лаборатории прямо у нас под боком. За наши же деньги. Зря стараешься. Я на это дерьмо не клюну. Ты мне не веришь? Самое поразительное, что верю. Я когда-то читал о вашей секте. Как вам промывать мозги под ЛСД? Или это я про баптистов читал? Ха-ха-ха. У меня сейчас проблемы с памятью. Ты можешь мне не верить, но ты поклялся меня спасти. Я свое слово сдержу. Хоть ты и чокнутая, но я надеюсь хотя бы красивая. Давай перейдем к делу, Казанова. Сейчас тебе нужно пройти сквозь базу Дредноута. И там полно вооруженных солдат. Я не закончил. Скажи, на какую киня откидок ты что ты похожа, чтобы я знал точно? Ха-ха-ха. Только, знаете, типа до себя накручивает. Насколько все-таки я хочу ее спасти. Надо вот прям решить конкретно. Что? Ты спятила? Как я пройду сквозь базу полных головорезов? Действуй жестко. Никакой пощады этим псам. Конец связи. Пшш. Прием. Сверчок вызвает анаконду. Прием, твою мать. Чебасик побрал. А. Не могу ударить, ладно. Тут явно что-то лежит. А там кто-то что-то жрет. Надеюсь, что это охранник есть курочку. Так, знаете, типа. Так смачно обсасывая косточки. Хе-хе. Фистолет. Бронежилет? Че серьезно? О, бронежилет дали, прикинь. Что-то такое будет. Мне, кстати, написали. Как выглядит пароль. Там были цифры реально на полу там. Я просто не придал значения. Думал, так это место для парковки. То ли что-то непонятное. Короче, это, кажется, и были цифры. Так, у нас с вами есть броня. Теперь надо будет ее беречь, как зеницу ока. Иначе нам порвут шоколадное око. Ну-ка. Кто здесь? Руки в гору. О-о-о. Денджер, денджер. Ты посмотри, а. Вот козлорожие. Слишком денджер. Нет? Так, вот тут где-то. Тихо, тихо. Кто вас стрелять учил? Мне-то понятно, я же не боец. Ну, вот тут каждый день тренировки свои проходите поганые. На, дверь открой. Там крыса сидит. Не думаю, что-то хвостом виляет. Так. Давайте вначале углядимся. Тут еще есть проход. Тут автоматическая дверь. Я боюсь сюда заходить. Ну, зомби был бы уже выскочил, правильно? Шоколадка. Засранные эти ваши унитазы. А кто? Что, нарядов там вне очереди никому не дают? Толчки помыть. Ну, что такое вообще? Какое-то отстойное армия, я вам скажу. Перечень правил, которые должен соблюдать каждый солдат. Никакого сочувствия гражданским. Никаких контактов с гражданскими. Никакой помощи гражданским. Никаких решений самостоятельно не принимать. Какой-то прям вообще, типа, не думать ничего, только стрелять. Типа того, да? Без приказа базу не покидать. Кадров не кормить. Кадавров не кормить. Кадавров не кормить. Мыло в душе не ронять. Кадавров не кормить. Кадавров не кормить. Было одно развлечение, и то отобрали. Собаки. Можно было поранить хоть мыло в душе. Мне кажется, это их очень расстроило. Всех ослушавшихся ждет арена. Ну, про Арину мы уже слышали, да? Что-то у меня язык заплетается слегка. Не обращайте внимания. Такое бывает. Нет, ничего не припрятано. А вот тут вот. Ладно, кто-то, по-моему, даже еще и вот в эту штуку накакал. Я не знаю. А что-то там тоже мухи. Это вроде какая-то просто пепельница, что ли, была когда-то. Так, ну ладно. Спорим, встанет. Ставлю. А, это клетка. Автоматическая дверь. Сколько их там? Ну, там один. Патроны для УЗИ. Так. Все вроде на месте. Давай возьмем топор. Что это такое? А, мы типа не знаем, какая из них, да, переключатели. Тут их несколько, и мы должны догадаться, какой из них что-то переключает. Давай вот это тут. Так, а что-то прям. А, тоже сортирует. Говно. Чуть-то. Так, съесть? Реально? Съел собачий корм. Это собачий корм. Так, так, так. Тут отсылочки к побегу из Шаушенко нет, случайно? Все, засрали. Раковину, все. Надо же было, чтобы мне повезло, а? А я, походу, в любом случае, наверное, открывал, да? Тут никак бы я не смог обмануть систему. Тут ничего. О-о-о. О-о-о. Не-не-не. Охранники. Один курит. На посту! Как он смел! Так, ну тут уже не разберешься без оружия огнестрельного. Опаснейша, смертельного. Фига тут гильз. О-о-о-о. А они не идут, смотри-ка, да? Минус один, дейнджер. Да вы вообще косорукие. Дробовик. О, так можно было тут вообще жах-жах тебе доху строить конкретный. Так, интересно, даже. Вот не знаю, стоит ли оставлять бочки. Хотя кто сюда попрется, да? Вот не жили зомби только выбежит. А-а-а, я пойду сюда. Постаю тут. Конечно же нет. Тут, мне кажется, что-то есть. Давайте жахнем. Может было просто, типа, жахнуть, а... И одним взрывом все... Обоих убить, да? Получается, типа, такая тема. Спасибо. Так. Что у нас тут? Что пишут? Наркотики до добра не доведут. Вот это вот прям вообще грамотнейшая мысль. По-моему, нашему герою она идеально подходит. Так, заперто с обратной стороны. Открывай там. Расслабились. Перезарядим. Так, я бы знал бы, я... Я бы знал бы. Меньше здоровья отнимает. Что такое? Да, блин, попади ты в него! Давай, молодец. Шуководку отобедаем. Так, три патрона, и тут у нас с вами... Может... Нет. Давайте опять. Опять сохранили. Штыкать и подтяжить и намного сохранили. На квадратный метр. Кто-то... Меня углядел. Минус один. Не вовремя перезаряжаешься, Сянак. Там двое было. У меня было проверить, а вдруг тут в стенке что-нибудь спрятано. Тут нифига, только патроны потратил. Так, у меня восемь патрон, осталось... Ну, в принципе-то, идем нормально. Единственное, что хп, конечно, я... Все же просаживаю. Так, нужен ключ. Интересно. Какую тварь мы здесь встретим? Опять с обратной стороны заперто. Там, походу, не откроют. Услышали, что здесь такие взрывы идут, лютые. Какой бы дурак открыл. Чувствую, вот здесь закутки в этом стоят, ребята. Опа, никого. Никого. Так, УЗИ. Все, УЗИ максималочка, да? Давайте пока ничего открывать не будем. Пойдем-ка посмотрим, пощупаем, как говорится. А лучше вот... Дробовиком пощупать. А-а-а, псих! Всю бродю мне к чертям снесли, психи конченые. Тут тусовочка, нормально. Они тут кинчик смотрели какой-то, наверное. Валяга. Разнесу все. Понастрою тут. Так, давайте, может быть, брони повезет. Так, на дробовик-то уже... У меня ничего не лезет. Ну, с дробашом надо походить. Так. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Бедрами въехали вниз. Еще разок. Они смотрели, это как девушки делают разминочку. Надеюсь, что девушки. Делаем упражнение на ягодичные мышцы, стоя на коленях. Ха-ха-ха-ха! А следующее упражнение называется... Наездница. Ха-ха-ха! Оно отлично, что-то там. Я надеюсь, что видео смотрят только девочки, которые хотят стать подтянутыми. Ха-ха! Да-да-да, извращенцы, я к вам обращаюсь. Ха-ха-ха-ха! Да-да-да-да, еще разок. Бедрами вверх и вниз, вверх и вниз. Ха-ха-ха! Шикарно просто. Эээ... Делаем упражнение на ягодичные мышцы, стоя на коленях, ага. Руками двигаем тазом. Следующий... Так, наедница, она отлично прорабатывает мышцы бедер. Эээ... Мы устроили... Короче, ну понятно. Вы поняли, да? Типа, легкое такое... Ну, даже-то эротики-то не назвать, ведь правильно? Это просто... Такое прям приятное зрелище мужскому глазу. Там же никаких эротических-то сцен нет. Так. А, это все-ка. И сейф есть. Смотри-ка, сейф есть. Где же был сейф? Еще раз. Насрано. Мы там были, по-моему. Это мы тоже видели, да? А это сейф. Где-то сбоку. Где-то такой, типа... Я тут сейф, я сейф. Не тут ли сейф-сейф? Это я толкнуть не могу. Пройти не могу. Значит... Давайте, кстати, разнесем. Я думаю, шоколадка будет. Сейф должен быть где-то снизу. Вот в этой стороне. Ну, как я понимаю, да? Он как бы... Как-то вот снизу. Вот только где? Одна комната, вторая комната. Так, аптечка. Эти не ломаются. У меня жилет. Так, аптечечка. Подхилимся. А мало ли, другие зомби. Так, и где ваша хваленая аптечка? Этот... Сейф. Что это такое? Взять? Что это? Патроны? А где они лежат? На дробовик аж 8 штук? Вау. Прямо сама судьба. Говорит нам. Бери его дробовик в руки и погнали. Еще раз сохранение. Прям два сохранения подряд. Ага. Давай, кому? Никого. Сейф, давай! Кто тут весь такой опасный? Я почему его не вижу? Ах ты! Да я таких как ты ломал. И ломать буду. Шпанг, шпанг, перезаряжаем. Так. Че, и патроны не лезут. Сейф, давай! Не, он, кстати, он должен где-то быть уж точно. Знаете, он должен где-то быть рядом. Потому что там вроде как бы вот эти места, они рядом были. И эти комнаты мы уже, в принципе, с вами исследовали. Вполне возможно, где-то в другом месте, конечно. Я могу и ошибаться. Но смотрите, здесь мы были. Это с самого начала. Потом, дальше, потом вот комната босса, да, была. И еще лежит там. Вот эту же комнату, да, нам показывают. Вторая видеозапись, это, ну, второй, да? Вот, да, да, да. А вот это вообще не ясно. Там лежит плейбой, лежит броня и сейф. Не сильно, я думаю, что он нам нужен, этот сейф, конечно. Там по-любому будут лежать боеприпасы какие-нибудь или еще что-нибудь. А может, это новое оружие будет лежать. Такое тоже возможно. Ну, он должен быть, я думаю, снизу. Ладно. Ах ты. Говно. Фига, я не ожидал тебя здесь увидеть. А так это даже другой был, чувак, прикинь. Нормальная музычка. Я готов качать. Где там патроны видел? В большом количестве. Вот оно где. Так, опять сейф. Блин, музычка отличная, мне нравится. Я хочу саунд этот. Да, он, конечно, не супер прям уж такой, прям мега супер талантливый, но он мне нравится, как он. Как-то вкатил он прям в тему. Я ищу цифры. Ну, цифры видите? Я не знаю. Давай пониже спустимся. Я и в прошлый раз цифры не видел. Я и в прошлый раз не видел. Ладно, ничего страшного. Мы так разгадаем. Ладно. Я погнал на под... О, четыре цифры. Вот это проблема. Такой быстро не разгадаешь. И вот даже не то, чтобы быстро его очень долго разгадывать. Надо хоть какую-то цифру найти. Хоть несколько. Одну, две. Я пока вообще никакой не вижу. Вообще нигде. Может, я уже, конечно, пропустил? И не давай еще музычку. Зачем ты прекратил? Качало же, ну... Вон там не цифра написана, там стоп написано, да, по-моему? Я хочу посмотреть, что в этом сейфе. А, вот же, да, где были патроны. Я пытался вспомнить, думаю, где патроны-то были. Вообще, пошел за патронами, главное. Но я не вижу, я не вижу, я не вижу. Возможно, вы видите, а я нет. А, возможно, они будут дальше. Это что такое? Во-во-во, нормально. Пошла качать. Да вам показалось. Вижу, карго, карго, да, везде? Вижу, карго, да, везде. Вот говнюки, а. Никакой, никакой опасности тут нет. Фига ты там выдаешь. Так, там, походу, просто так не пройти. Надо будет оббегать. На всякий случай. А то, знаете, мало ли. Блин, я до сих пор пытаюсь найти цифры. Карго, карго, и больше ничего. Там какая-то... Нет, там пулеметчик стоит. Я думал, это может быть турель обычный. Воу-воу-воу! Я хотел, думал, отбегу. Я же не знал, что там чувак стоит. Я думал, уйду в сторону, потому что он стоит там на точке. До бочек я не достреливаю. Ну ладно, попробуем еще раз. Так, пойду еще раз возьму. Потрошечки еще два там осталось. Так, у меня на пистолет не полно, да? Можно подобрать три штуки. Но с дробаша тут гораздо как-то. Давай, погнали. Я его свою же убили. Спасибо, друзья. Бум-бум-бум! А я ведь даже не военный. А разрываю вас. Мне кажется, где-то на контейнерах будет написана цифра. И вряд ли в одном месте все будут написаны. Так, давай-ка мы дробовик перезарядим. Никакой атаки. Мне кажется, их гораздо-гораздо будет сложнее убедить этих типов из автомата. Нет, смотри, два выстрела. Такой же неудачник. Фу! Там еще один был. Давай удачи. Псих конченый! Ты что стреляешь-то прям возле себя? Ты что, совсем дебил? Что это такое? Я заберу тебя с собой! Вальхау! И бам! В бочку, да? Типа так это все выглядело. О, я начинаю, конечно, косячить уже. Просто плотно. Мне просто надоедает. Это ваши долгие походы. Столько патронов слило. Козел! Твоя голова будет висеть меня над камином. Так. Все патроны забрали на дробовик. Так, погнали, с пистолетом походим. А, вот еще додробаш. Тихо. Тихо. Да что ж такое? Эх! А ты что думал, сынок? Сынок, я на тебя смотреть буду, что ли? Кукурок! 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 Одно радует музычку тут, патрон. Тихо. Деньжер, деньжер. Козел! Нужен никакой опасности нет, вам показалось. Блин, как же они... Больно пробивают. Че, неужели мне придется еще одну хилку тратить? Да, ну. Придется, а что делать? Пойдем заберем броню. По крайней мере, это хотя бы мне облегчит немножко жизнь. Где он там, Балата хоть? Я уж что-то не помню. Помню, что... Ага, он-то. Шу! Да. Сильный сейф этот так просто не взломать. Так, а тут остались дробовины, ну, пацаны, дробовины, да. Какие-то бесконечные, по-моему, пачка патрон. Так, одного я там вырубил. Там остался еще один. Да е-мое, козырячая рожа. Как ты в меня попадаешь? Да как ты в меня попадаешь, я не понимаю. Отлично. Осталось тебе такое-то. Да е-мое. Они иногда меня просто не видят, да, получается. Я иногда будет прячусь чуть-чуть в тени, но их тело в районе досягаемости моего пистолета. Ну, мне тут, конечно же, пульт пистолета. Так, 26, еще один, ой, два патрона влезет. Отлично. Там сейчас надо в бочки идти, вжарить, потому что там псих какой-то сидит, который готов убивать сам себя. Больной ублюдок. Тут ничего такого. Я музыка. На узи не надо, да, патронов? Тихо-тихо-тихо-тихо. Хилимся. Так проще. Сейчас, чувствую, начнется. Сороконожки эти ваши припрутся. Сохранение. У-у-у-у-у-у! Кстати, может кто-то наружить, если бы вот тут стоять. Ладно, понятно, их там много. Такая хитрость не пройдет. Таким образом, по крайней мере. Блин, какого... Да ё-моё, ты посмотри, сколько их вокруг. Они везде. Самый конченный, конечно, без. Это вот этот вот с автоматом. И опять у меня нет нифига хп. Я хочу пробраться до брони. Они ей не дают. Так, ладно, давай. Пистолет. Бомбу пока тратить не буду. Минус один. Это вместо спины убили? Или в лицо? Говнори долбаные. По-моему, у меня вот этот... Да-да-да-да-да-да-да. Музыка где моя? Клевая, качающая. Я его убил? Ты убил. Да как? Я же тебе собака такая... Он только там один раз мне щирканул. Что-то УЗИ, по-моему, так себе. Не, ну вот сейчас нормально было. Извини, УЗИ, что я в тебе усомнился на секунду буквально. Это была секундная слабость. Пэйнк. А вот типа нефиг. Я как кошмарный убийца. Вот так вот. Так, остался там один хмырь. Вот тут стоит. Тихо. И еще неизвестно, кстати. Так, у нас тут все перезаряжено. Тут тоже все перезаряжено. А, это уход на следующий этаж, да? Уже все. Я нифига никуда не пойду. Сейф. Где код от сейфа? Во. Е-е-е. Давай, качай. Код от сейфа дай. Там броню-то в любом случае надо будет забрать. Не знаю. Я пробовал, в принципе, за кадром несколько вариантов. У меня не получилось его вскрыть. Я не знаю где. Я побегаю, пока поищу, подумаю. Вы не поверьте. Знаете, какой пароль? 1, 2, 3, 4. Я решил попробовать просто своими силами. Реально просто попробовать. Ну, думаю, знаете, как бы, типа, вначале все одинаковые цифры, потом думаю, ну, наверное, 1, 2, 3, 4, может быть, и в натуре. М16. М16. 14 патронов, правда. Я так и думал, что здесь будет либо какое-то крутое оружие, но на патронах мы на него все равно пока сейчас не найдем. М16. Давайте посмотрим, как оно стреляет. Ну, вообще-то, я думаю, будет, наверное, мощный урон. Пипец какой. Но патронов, мне кажется, мы на него находить будем намного реже. Все. Уходим с этого этажа. 1, 2, 3, 4. Е-мое. Это чисто, наверное, даже и нигде никакой подсказки-то не было. Это чисто фан. Ну, то есть, распространенный пароль. Это было жестко. Ну, много народу. Постри ушечки приятные. Лично мне понравилось. Так. Давайте-ка, наверное, друзья, остановимся. На этом моменте, да, я думаю, серия получилась не такая, как, может быть, вы ожидали. И больше хотелось бы прохождение. Но больше, наверное, не получится. Посмотрим, что будет происходить дальше уже в следующих сериях. Будем потихоньку продвигаться ниже-ниже, глубже-глубже. Посмотрим, что будет. Наверняка здесь будет любопытный босс. Я прям жду, не дождусь, какой же он будет. Посмотреть на него, полюбоваться. Но если вам понравилась данная серия, то, конечно же, не забудьте поставить лайк, прокомментируйте, да поделитесь с друзьями. Также добавляйте плейлисты и вступайте на шурупу ВКонтакте. Ну, и подписываться. Не забывайте также жмакайте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока.